Всем привет! Я Слава. И я не волшебник, а только стажер. Готовы узнать, как можно перевести практически любое видео на русский язык с помощью одного пальца? Открываем Яндекс.Браузер, вбиваем запрос, переходим в раздел «Нейросети переведут и озвучат». И видим волшебную кнопку. Как человечество может выжить в космической среде? Одним из главных открытий изучения. Смотрите контент со всего мира в переводе и озвучке нейросети Яндекса. Только в Яндекс.Браузер. Как на компе, так и на мобилке. Друзья, мне гелик подарили. Ты рассказал, что планируешь рожать дома в ванной? А все? Вы подарили пенопласт? Раз мы сняли дом, мне нужны красивые резиновые сапоги. Сколько они стоят? Ну что ты меня сбиваешь-то? Выбор сапог день-два. О, все. Проблема беременной жизни. Ой, это там, ничего себе. Смех, ты какой кавалер-то вообще? Приветствую, приветствую, приветствую. Мадам, дратывайте, 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 дратывайте. Хватит цветы у тебя, покажи. Что за цветы такие, кто подарил? А вас? Лешки-пешки. Ммм, чем пахнет? Не знаю. Что за штаммы? Знаешь, сейчас покажу, не помню. Подожди, подожди, это у нас детский влог. Это небольшой спойлер-алерт. Вау, вообще, просто, ну дай опять, вообще, просто. Ну это вообще невероятно. Так, друзья, всем приветик еще раз. Или просто приветик. Я сейчас еду в барбершоп, потому что мне там позвонили оттуда Лева. И сказал, Дэн, приезжай, тебе тут такой подарок оставили. Если бы вы знали, что за подарок мне там оставили, я просто, я говорю, бросил все дела, и сейчас поеду показать вам. Сейчас где-то брат мой приехал, мы с ним поем на машине, а вон оно все. Все, сейчас я еду в барбершоп. Офигеете, что мне подарили. Просто так, на ровном месте. Человек, с которым мы в жизни даже не виделись, просто. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как вы? Здравствуйте. Так, а где там, что там, где там? Ё-ка лом-рен-ы. Друзья, мне гелик подарили. Жёстко, настоящий гелик, только игрушечный. И тут записка какая-то, сейчас будут читать. Вот это да, настоящий. Ему ещё и ру есть, да? Вот это да! Так, сейчас я прочту записку и расскажу, что это значит. Ещё на лосе решил? Да, всегда мечтал. Хороший выбор. Хороший выбор. Так, мы заехали за деб... Ну ладно, переговорились, кто вдруг везает такой язык. Заяхали по Диману, забрать гелик, который мне подарили. Я прочитал записку, там ещё и бизнес-предложение мне. Вот люди умеют, конечно, вообще суету навести. Круто. Респект. Если ты смотришь, то респект тебе. Но бизнес-предложение, скорее всего, не впишусь. Вот, мы приехали и решили заодно, брата, постричу Бахе. Просто это везение и удача, что у Бахе есть. У него одна свободная кошка сегодня, просто повалившись в судеб. Мы приехали. Друзья, оставлю ссылку на запись в описании. Записывайтесь и стригитесь. Ещё два человека не вытащили прядки, ещё 100к там есть. Ну, короче. Лучший барбершоп прямо сейчас в Москве, кукаяка барбершоп. Но это я не просто говорю, чтобы прорекламируйте, я это вам правду говорю, потому что все самые топовые мастеры у нас в пушках. Вообще. Приходите скорее сюда. Приходите. Приходите. Вообще просто. Талант, талант, талант. Вообще. Ты не так разъёмся. Так вот и не ходите ко мне. Всё, да, теперь к баке ходите, да, всё. Просто. Вообще. Вообще, друзья, всё. Вообще. Вау. Вау. Вообще. Даже клубника появилась. Вау. 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 Ну, ты так, чё, чё ты? Что? А, чё там? А, не ходите ко мне. Всё, не ходите. К Лёве теперь только к баке ходим. Я ссылку оставлю в описании на запись к нему. Так что всё, к Лёве не ходим. Лёва, Игорь, клубнику ест. Как клубника? Бомба. Бомба. Припарковал Герек домой, смотри. Блин, как же круто у меня баха. Освежил. Мои друзья. Кукаяка барбершоп. Серьёзно, он говорил. Приходите. Луку перевёл в 10. Об этом влоге мы будем сделать с вами новый челлендж. Сейчас голос очень рекламный. Да нет, очень. Точно не рекламный? Реклама, реклама. Ну ладно, потому что это реклама. Итак, друзья, мы будем сейчас строить башню наскоро. Сначала я, потом Лена. И это будет лучший тест на стрессоустойчивость. Потому что ты строишь башню, тебе все мешают. И ты такой... И мы будем засекать время, чтобы выявить, кто быстрее её построил. Но есть одно но. И это маленькое но будет нам всячески мешать строить башню. Раз, два, три. Нога свело, нога свело. Да хорош. 30 секунд. Минута, да? Стоп, стоп. Два. Один. Стоп. Вы правила не поняли. Я должен построить башню. Да не дуйте вы в башню. Тихо, тихо, тихо. Ой, хорошо. Все, хорошо. Та-дам. Стоп, стоп. Два десять. Посмотрим, сколько за это справится. Элен! Меня не так зовут. Время пошло. Элен Сергеевну пошло время. Тихо. О, сразу, сразу, сразу. Тихо. Моя башня выглядит вот так. Минута тридцать, но, по-моему, жестко уродская башня. Что сказал? Она уже настолько беременна, что она не узнает меня. Ну, получается, та победила ты. Друзья, напишите в комментариях, пожалуйста, чья башня была построена более правильно. Я гном, Альтур! От накопленного стресса и ежедневной рутины нас нередко могут вывести из себя самые безобидные вещи. Хоть у Васьки сегодня это и не получилось. Тинькофф и анимационная студия Петрик выпустили дебетовые карты в новых дизайнах в рамках проекта Котик выдыхай. Оформив такую, вы получите 20% дополнительного кэшбэка за покупки в категориях ресторана, кино, книги, красота, развлечения. Помимо кэшбэка, за отдых с этой картой вам будут доступны до 30% кэшбэка рублями за покупки у партнеров, бесплатные переводы даже на карты других банков через СБП и другие преимущества. Если у вас еще нет карты Тинькофф Блэк, переходите по ссылке под видео. Оформляйте карту и получайте кэшбэк, отдыхая. А еще по ссылке можно посмотреть видеоролики о героях, изображенных на картах. Я сейчас хочу рыбать. Так, стоп. Минута 13, между прочим, победа, кажется. ПОБЕДА! Второе место у тебя, Васька, поздравляю. Второе место у тебя? Ес. Получается, я лох, сиська сты. У меня в телеграм-канале в комментариях я увидела девочку, которая написала под влогом про вопросы. Она такая, блин, нет вопроса, сейчас найду ее. Друзья, в понедельничном влоге, который вот так выглядел и вышел у нас в нашем сообществе в ВК, мы отвечали на вопросы. Не поела, тошнит. Поела, тошнит. Задумались ли вы о третьем ребенке? Я еще второго не родила. Как долго Дэн какает? О, господи. Мы вовсю готовимся к гендер-пати, потому что это сейчас самое интересное событие для нас. Чем мало ли двойни, это будет особо. Да. Сколько ты тратишь 8 месяцев? Ну, как сказать, я где-то лям тачу. Не все вопросы попали, конечно, во влог, но поэтому мы сейчас продолжим, потому что вопросов вы задали 30 миллионов. Сразу вопрос есть. Как планируете рожать? У всех женщин примерно это одинаково. Я вот только хотела пошутить так. Лена, конечно, можешь попробовать по-другому как-нибудь, но скорее всего... В смысле попробовать? Давай вот пробовать ты будешь. Я же как фанат кофейных дрипов. Для меня это вообще самое любимое. К сожалению, я сейчас не пью с кофеином кофе, по явным причинам. Я пью кофе без кофеина, но у меня вон сколько дрипов, и я их все повезу в наш загородный дом. У меня там будет кофе. Круто! Подружайки мои будут приезжать, я их буду кофем поить с утра после вина. Вино я тоже не пью. Вообще пью, значит, чаи, воду, а нет, чаи сейчас тоже не пью, невкусно. Пью кофе без кофеина и воду. А подружки мои пьют вино, кофе. Как интересно, что ты уже час рассказываешь и показываешь пачку. На себя переверни камеру хотя бы. Ничего не понимаешь. Ничего не понимаешь. Люди меня слушают, людям нравится. Нравится? Привет. Помощь молодцы. Они вместе с... Ну а лёд. Ты знаешь, где вы говорите? Я себя пока с ними снимаю. Смотри, какой клёвый лонг они сделали. Очень красивый, поверьте на слово, очень красивый лонг. Вот он просто белый, сзади какой-то ненавязчивый принт смысловой. Ого, а его надо соединить по точкам? Твоё любимое занятие. Как я люблю. Молодцы, помощь, респект вообще. Чаще всего пользуюсь помощью. Здесь какая-то бутылка. Дайте я. Да вы на вопросы начали отвечать и начали рассказывать. Ну чуть-чуть. О, что это? О, это cold brew. Cold brew, да, это тоже отправляется тем, кто из наших друзей. Огонь, это очень вкусно. Да, это я тоже для друзей. Расскажи, как рожать планируешь. Между прочим, peach pineapple. Ты рассказала, что планируешь рожать дома в ванной? Этот мужчина вечно что-то навыдумывает. Либо он прошёл курсы и планирует роду принять у меня дома в ванной. Либо я не знаю, почему он такие предложения мне делает. Ты зря убрал это. Мы сейчас вот это всё обратно соберём и камеру поставим на это. Вот. А вообще рожать планирую. Ну скорее всего не в том же роддоме, в котором рожала, а в другом. Вот. У меня сейчас на выбор стоит три роддома. Прикиньте, три. Но я пока ни в один не ездила, но планирую. Вот. Как съешь, расскажу вам. А может быть даже возьму вас с собой туда. А я ещё знаете что поймал? Я ещё поймал такую штуку, типа приметы. С Васькой прошло всё клёво и поэтому я такой, так смотри. Ты делала УЗИ, с кем ты ходила тогда на то УЗИ. Теперь на новое УЗИ иди с теми же людьми в те же места. Но мы сделали по-другому. Там зомби! У нас мы соблюли, можно сказать, традицию, потому что не на УЗИ, а на скрининг первый он имеет в виду. Я на скрининг первый не стала никого с собой брать, потому что там было просто, типа, взятие крови. Но результаты этого скрининга с полом ребёночка я отправила подруге, которая была со мной в первую беременность на первом скрининге. Я к тому, что я так теперь думаю, что надо рожать в том же роддоме, где ты и рожала. Но тогда было как? Мечтали, что мы будем рожать в доме, который называется Мать и Дитя, но тогда денег на это не хватило. У нас хватало денег на тот. Мы готовы были в тот идти. Я выбрала этот, потому что мне мои доулы, с кем я проходила курсы для беременных, посоветовали и сказали, что разницы никакой нет, но цена в 3-4 раза меньше. Мои доулы посоветовали в другой клинике. Говорят, очень мало доулов останется, если родить мать и дитя. В общем, в эту беременность, я не знаю, будет ли у меня доулу, но я знаю точно, что самый основной выбор я буду делать между акушерками. Потому что акушерка это важный, самый важный человечек в родах. Вась, скажи, ответь на вопрос, а где ты планируешь рожать? Я в Москве, конечно, но вот так же, как мама, но не Ваня. Все такое же, беленький такой же, шайк вот этот вот. Весь сейчас собачки по полю бегали. Ну, моя. Ну, моя собака, моя собака и другие собаки. Дорожать будешь в поле, чтобы собачки бегали? Будет моя собачка бегать и другие люди и придут мои гости. Короче, друзья, мы поняли. В общем, Василиса планирует рожать в поле. Если что, ходите, приходите как гости. Нет, вы должны быть ее гостями, чтобы она вас пригласила. В смысле, приходите. Наконец-то мы увиделись. Наконец-то, да, мы не только по разным сторонам ютуба, а теперь мы вместе. Так, и сразу подарок. Вась, ты такую морковь любишь? Ну, принимай подарки. Васька, держись, это тебе подарок. Что сказать-то надо? Я сказала. Что сказала? Сказала. А, все, она сказала, если что это записано в влогове. Что ты сказала? Что там у тебя такое? Так, ну что, поможuteur ролики по миллиону тысячу? Насыпился? My first bear, robo, bear, bear, break way. Вот это да, Васька. Ниса, у тебя тоже будет my first bear brick? У тебя есть brick and bear brick или нет? Нет, у меня нет. У меня есть bear брик, только он из чикен карри. Так у тебя тоже первый Бэрбрик будет, пошли. Я думал, что ребята нам пылесос подарили. Я такой, ну, это что? Вот это, что это за коробка вообще огромная? Открываем, открываем. Джоконда, Бэрбрик, вау. Боу, никогда ничего не было. Подержи, ну коробку снизу, Вася. Давай, держи снизу. Верни, там реально пылесос. Да, да, да. Пора признаться, что там... А все, вы подарили пенопласт? Да, да. Круто, все, выгоняешь. Ой-ой-ой-ой. Ё-моё. Наш мурашки побежали. Ничего себе, это наш первый... Тихо, аккуратней, аккуратней. Это наш первый Бэрбрик. Леонард да Винчи, ничего себе. Блин, спасибо большое. Тебе нравится? Вообще круто. Спасибо большое. Отдуши. Пойдемте, пойдемте его поставим. Хочешь сказать, что это тоже Бэрбрик? Слушай, ну, мне, да, сказали, что это он. Это когда сейчас это? Давай купим Бэрбрик. У нас есть свой, свой дома. Вау, слушайте. Нет, ну прям вписывается нормально. Ну, это надо отвернуть, а то он сейчас странно смотрит. Вот. Нет, давай обратно. Все. Вот это вообще, блин. Спасибо большое. Вот, друзья, приехали подарили нам Бэрбрик, но мы тоже не спускными руками. Мы делаем им домашнее зелье для помощи. Сейчас вот подготовь Василиса собаку. Тут есть, тут есть все вообще. Ребята. Спасибо большое. Спасибо. Вы потом только это, свои отзывы напишите нам, что там, между прочим, вкус. Нос уже трюкнулась. Нет, стой. Это как раз заезжает, да? Нет, 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 стой. А, я понял. Это, ну, знаете, как лего в пакетиках разных приезжает. Это то, чтобы соберить свой завтрак. Да, это так же. Но вот этому завтра надо еще на солнце полетать в сутки. Вот. Если не взорвется, то пейте. Жуть какая выглядит, конечно. Это еще и пахнет так же. Если просто поехать, откуда появился запах мяса, я вообще не понимаю. Я не древняя, мне сейчас реальность тошнит. Это чревато. Поступил очень важный вопрос. Спрашивает, ты будешь ревновать к второму ребеночку у нас? Ну, если будет мальчик, то конечно, а если будет девочка, то нет. Мальчику ты будешь ревновать, а к девочке нет? Слушайте, это хороший вопрос. Я помню, что я обсуждал его с психологом, потому что я помню, когда у меня, у меня же папа развелся с мамой, когда у меня было типа три годика. И потом с другой женщиной он женился, как это работает, так работает. Мужчина женится там с женщиной. И у них появился еще один ребенок, сын. И он не стал сводным братом. Сейчас мы ощущаемся не как сводные братья, а как больше, чем родные братья. Но я помню, в детстве для меня это был такой травматичный опыт. Я прям, ну, ревновал, знаете. Я такой, как будто у меня забрали родителей. Вот так это у меня ощущалось. Как будто любви не хватает. Это же очень сильно зависит от родителей. Но мне психолог правильно сказал. Грэн, чувак, лох цветочный. Смотри, не думаешь о том, что реально. А ты просто свои переживания перекладываешь на ребенка, на своего. Поэтому пригоди это делать, и все. Это мой внутренний ребенок переживал. Вот, в общем, сейчас тут слово просит человек. Хотя мне еще долго, пожалуйста, становиться. Поэтому я могу решить, как я хочу свою жизнь делать. Хорошо, правильно. Мне еще долго, пожалуйста, становиться. А тебя вообще никто не торопит, никогда не торопись. Заслый, взрослый, взрослый. Да, вообще взрослый и торопись. Как это кажется, ты все время думаешь, я хочу повзрослеть поскорее, чтобы можно было то, можно было все, можно было то. Потом все, когда взрослеют, думают, блин, как хорошо было в детстве. Так что не торопись. Договорились? Ну, почти. Девочка, которая писала у меня в комментариях, вот, зовут ее Ди. Она спрашивает. Василиса, какая твоя самая заветная мечта? Я хочу супер, 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 супер. Вот так у меня было, наверное, на другой кочей медведевой. Ну, я хочу вот такого живого, а только вот такого, вот такого, вот такого. Такого медведя? Заветная мечта? Ну, хорошо. Вот, заветная мечта, друзья. Вот такого еще, еще одного такого медведя. Только большого? Да. А, я понял, да. У нас есть в Бутовской квартире огромный медведь, по которому мы все скучаем. Он с ним в Требеке жил, а сейчас не живет нигде. Он с ним в Бутово сторожит. Вопрос персональный к тебе. Тима Корольков задает тебе вопрос. Какое у Васи любимое блюдо? Любимое блюдо, как Бургер Кинг из Влада А4. Бургер Кинг? Влад А4? Комбо эти обеды его или игрушки? Игрушки и... Потому что кушать ты больше любишь вкусные точки, чем Бургер Кинг. Да. Вот. Так, все. Так, еще в вопросе. Ким Чон Сок. Если бы вы переехали жить в другую страну, то куда? Я, мне кажется, могу сказать. Ну, куда? Где вот это... Ну, там же в Бутове. Я бы туда переехала, и там, например, еще снова иду. Да, мы сейчас живем в центре Москвы, а Василиса считает, что переезд в другую страну, это переезд в Бутово. Так что... На самом деле, пожив зимовку в Дубае, потом проведя время в Европе, в путешествиях, я неожиданно, видимо, с возрастом начал стареть, начал понимать, что какие-то вещи в нас зашиваются. Как бы ни было мне хорошо там в какой-то другой стране, я буду всегда вспоминать свое детство, буду своих друзей, своих людей, своих родственников. Знаете, просто флешбеки, которые ты из себя уже никак не выкинешь. Пацан, ты можешь представить, что мы переедем в какую-нибудь другую страну навсегда? Нет, вообще нет. Есть ощущение, что самое классное это путешествовать. Сейчас у меня очень сильно хочется, знаете, куда путешествовать? В Китай. Очень в Китай тянет вообще. Вообще в Китай тянет. А? А я в Японию хочу. Не, у меня вот именно в Китай почему-то тянет. Я знаю, зачем ты начал делать, Василин Сиак. Для того, чтобы беременные женщины ходили в красивых футболках. Это у тебя еще маленькая. А у Василина Сиак, это у тебя маленькая футболка? А нет, большая. Это у Руссайз наша классическая, да? Ну, в общем, друзья, не забывайте, у нас на сайте kukayaka.com появились новые вещи. Во-первых, смотрите, вот такие вещи, вот такие вещи, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. Это все ждет вас. У нас есть теперь они в размерах. У нас есть размеры SM, не только огромный оверсайз, если вы не любите оверсайз, в общем, заходите, покупайте. kukayaka.com Раз мы сняли дом, мне нужны красивые резиновые сапоги. Конечно. Сколько они стоят? Как, месячная сумма дома? Неважно, я плачу за свои сапоги сама-то. Это остается секретом. Справедливо. Ой, они не черные, они тоже изумрудные. Надо лево левить, у меня левая нога больше. Если вы не знали, у Лены, правая нога 40, левая 44. У нее в школе была кличка шлеп нога. О, огонь. Достойно. Красиво? Да. Надо понять, мне нужны такие или короткие? Сейчас я короткие принесу. Остань, я их еще не купила, вас их мне уже снять. У вас вдвоем. Ну, не могу оценить красоту, это просто резиновые сапоги. Резиновые сапоги к неположению митроя. Батрик, гравинеты. Ну, подарок. Петь. Петь, хочешь кушать? Сосиску, колбаску, сосиску. Кушать, 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 будешь кушать, кушать. Один только вопрос. Ты ко мне выходила, ой, ой, ой. Оставлять зеленые, нет смысла на желтые менять? Мне кажется, желтые будут более обязывающие, да? Желтые вообще какая-то, я не знаю. Зеленые просто, он такой. А ты что хочешь в них делать? Ты хочешь на них в доме? Нет, я хочу в них выходить на улицу. Ну, нормально. На зеленые. У тебя прав нету, отдай пульт. Привыкни к аппарату. Не топи ты! Господи, ты сейчас раздолбаешь нашу машину. Верни пульт. Стопэ, аккуратно, аккуратно. Ого, видя носки. Что ж носки, покажи? Так, и носки где продаются? На kukoyaka.com Слушай, мне гелик подарили. Тебе? Вописано kukoyaka, я тоже могу им управлять. Красивый, хромированный. Хочешь порулить? Хочу, хочешь порулить. А двери открываются? Открываются. Залезай. Либо я сломала, либо открываются. Прикольно. Дай порулить, ты мне, конечно, поломаешься. Чего мне нужно делать? Я вправо есть вперед-назад. А, вот это. Да. Спокойно. Надо приноровиться, у меня не было геликой еще ни разу. Привыкни к аппарату. На тебя. Да ты поймешь, в прочем. Ну, ты что ты меня сбиваешься? Ты сбил двоих людей, я даю. А ты расколошматил машину, об ножке стола. Ах, да. Дай мне. Давай. Ой. Не дай себе вазу сама. Кто это будет делать? Подписчики. Вась, начнай, нравится, что ее узнают? Уже давно. Мне кажется, ей даже нравится, когда ее узнают тихоря, шепчутся, она это слышит, и ей вот это даже больше нравится. Взять, 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 взять. Поймал. У Феди хорошая тактика, он животом прикрывает. Толстенький, бежит. Вопрос к тебе, Елена Сергеевна. Когда будет гендер-пати? В эти выходные. Да, друзья, в эти выходные. В июле мы устраиваем гендер-пати. Мы очень ждем, невероятно. Я даже поняла одно, что даже если будут обещать дождик, я не хочу отменять никакое мероприятие. Я слишком долго уже это жду. Мне просто надо знать уже пол ребенка. Я очень хочу. Я не могу. Мне надо, мне надо. Очень надо. Я тоже так жду. Для меня это самое сейчас большое интересное. Васька, ты ждешь, чтобы узнать, кто у нас будет? Нет. Да, Ваське не очень важно, она готова к кому угодно. Для нас это прям такое, ну, самая интересная загадка, которую хочется скорее уже разгадать. Так, Елена Сергеевна, для вас вопрос. От Киры Аникиной. Планирует ли Лена снимать видео на свой канал? Я честно очень хочу, правда. Я уже не раз задумывалась, что бы я хотела туда снимать. Я, может быть, и стала бы сейчас снимать туда просто беременные влоги. Но мне кажется, что это будет не так интересно, гораздо интереснее вставлять мои какие-то беременные высказывания, хотя пока я еще ничего не делаю, в этот влог. Суть в том, что просто туда нужно будет снимать регулярно. Для регулярности у меня пока нету сейчас ни идей, ни честно сказать, силы и желания. Поэтому пока нет. Ну да, у меня нет желания, типа, потому что... Да, согласен. Поэтому, может быть, позже я возобновлю свой канал, но не на сегодняшний день. Ну а пока, друзья, вот, вступайте в телеграм-канал Елены Сергеевны. Там пока Сана очень активна. Сана. Мне кажется, ты активнее всего в телеге, да? Да, мне кажется, сейчас я в институте даже... Ну не, инстаграм, да, инстаграм этот... Вконтакте я тоже развиваю свою страницу, но туда я так, чтобы что-то такое новенькое прям там мало бывает. Чаще, да, телеграм и инстаграм. Подписывайтесь, вступайте, вступайте. Подписывайтесь. Так, вопрос от Татьяны Маскалёвой. Денис, Лена, привет. Вася просила кого-то домашнего животного или ей хватает Федю? Да, я вот просила, знаете, кого? Я помню, в последний раз ты просила кабана. А до этого она просила кролика. Потом я просила зайца, еще хомяк. Я просто видела видео всякие, и я не могу определиться. А обезьяна? Ну, обезьяна у меня же есть, но она не настоящая. Я смотрю видео, и я думаю, поволновать. У меня очень много по списку. Ну, первым, кого надо покупать? Ну, мне кажется, зайца. Друзья, напишите в комментариях, кого бы вы хотели больше. Вот если, как у Васи, был бы выбор у вас. Топ-3. Выбор сапог день-два. О, все. Красивые. Вот, фотография нет, и пицца. Ого, какие-то волшебные. Но мне больше нравятся светлые. Вот, типа, смотри, погреться боком. Терен, говорю, вот эти вот волшебные штаны, Вася. Огромный цветок вошел в хадр. Жесть, суставы хрустят. Скрипят. Слушай, ну, тяжело, я не знаю. Ну, серебряные, да. Ну, совсем темным, то, что ты мерил, больше идут эти вот волшебные. С этим луком, конечно, идут эти больше. А реально с темным, типа, не смотрится? Сложный выбор, да, ребят? Вот это вот, когда решил себе сапоги взять, какие-то дорогие, надо понять. Все время хочется сразу, как Вася, сразу хочется взять себе и то, и то. Вася у нас любимая схема, ее она не очень любит выбирать, она, наверное, больше любит брать два варианта. Да все, я запутался уже. Ну, тебе какие больше самое хочется? Не знаю, поэтому у тебя спрашиваю. В итоге я выбрала цветные, волшебные, как можно назвать. Победа, победа. Столько, сколько ты выбирала? Кого, резиновые спаги? 400 лет, да. 400 лет на 401 год, чтобы получился. Моя прическа естественная. Естественная сушка. Не сушила кленом. Я бы хорошо подкрыл. Труханы будем выбирать? Приходите, я и Леголас пострижу вас. Труханы, да, теперь труханы. Приехали. Кстати, друзья, у нас 2-го числа концерта группы «Хлеб» в Москве, потом в Петербурге. Ссылки оставлю в описании. А 2-го числа уже, 2-го, мы идем туда всей семьей. Я, Лена, Васька, мы даже берем мою маму, Васькину бабушку. Большое событие. Мне кажется, возможно, мы в Москве, ну, в ближайших городах, кроме Питера и Москвы, их лет точно в ближайшее время, вот, в полном составе выступать не будет. Поэтому, друзья, очень рады будем вас повидать, всех 2-го числа в Москве и какого-то в Питере. Я лучший рекламщик. Приходите, пожалуйста, ссылки оставлю в описании. Ну, 2-го, вот, вы видите этот влог, когда сегодня у нас понедельник. Вы этот влог смотрите в среду, пока Дима его смонтировал и залил. Все, это почти единственный шанс, потому что следующий влог выйдет в субботу, а в субботу уже будет концерт. Второй, это будет суббота? Второй, это будет суббота, это первое июля. А, ну, вот еще субботу, я вам еще скажу, напомню. Ну, то есть у вас осталось вот так. И там билетов, я не знаю, остались еще или нет, так что переходите по ссылке обязательно покупайте. У меня билет остался. На тебя билетов нет, ты не идешь. Вопросы от Пон Поновича. Куда поедете на следующую зимовку? Ну, мне кажется, в Москву. Да, мне тоже кажется, в этом году зимовку у нас будет в Москве, да? Я вот хочу снег вот этот вот. А он такой вот холодненький, и он можно сиропом попалить. Зимовка у нас просто в этом году явно не такая длинная, как была, то есть не 7 месяцев. Но я бы в январе улетела бы вместе с малышом вчетвером в Дубай. Ну, посмотрим, не будем загадывать, потому что мне кажется, что в этом году у нас зимовки не будет. Я вспоминаю первые месяца рождения Василисы. Когда полетели впервые? Мы полетели, 5 месяцев ее. Ну вот. Но это ни о чем не говорит. Можно полететь и первый месяц. Я здесь буду опираться только на одно, это на здоровье ребенка. Все будет хорошо, все, можно будет полететь. Не вижу никаких препятствий, абсолютно. Короче, время покажет, полетим мы на зимовку или нет. Но я ставлю 50% своих, что никуда не полетим, это зимой. Вот, Лена все время мне говорит обратное, так что... Да, я его и в августе говорю, полетели в наш любимый отель в Турцию. Это будет так классно, бассейн. Ты лежишь в бассейне, тебе приносят, как я вспомню. Там вкусный арбуз, кукурузу, там такая вкусная рыба красная. Просто потрясающе. У Васи там детский клуб, в котором она вообще целый день может тусовать. Друзья, ну что, скажите, вести беременную жену в Турцию в августе или не вести? Да. 25 тысяч лайков, и значит, вы за то, чтобы вести беременную жену в Турцию. А у меня опять, я говорю, у меня включился какой-то этот, паникер, я такой, какой перелет с пузом. Что, я есть буду в два раза больше? Ты за это переживаешь? Да нет, просто я думаю, что мы сейчас это, надо было путевку-то зимой покупать. Сейчас нибудь наш отель будет стоять 50 миллионов, и я маскирую. Как так? Можно лететь сейчас? Не, на самом деле, что-то я не задумался. Ты в августе хотела, да, полететь? Так, еще вопрос от Светланы Воеводиной. Какие книги вы бы посоветовали? И с последним, что я прочел, очень сильно советую. Лихий, по-моему, автор зовут. Расправься с тревогой, пока тревога не расправилась с тобой. Если вы тревожный человек, послушайте. Это просто... Будет ли отдельное видео про планирование, про беременность, в принципе, в Лене в целом? Как я криво прочитал вопрос. Но вопрос от Юли Колгановой. Мне кажется, у нас весь канал будет теперь про беременность. Куда мы от этого денемся? Это наша жизнь теперь. Мам, беременность. Я снимаю тебя. Я с тобой спряталась, да, папа? Ты меня не видишь? Не. Ну что, у Асюши сегодня гимнастика, а я, мне кажется, последние уже недели надеваю свои джинсы любимые. Потому что они меня начинают давить. Проблема беременной жизни носить джинсы. Потому что джинсы для беременных вообще не нравятся мне. Скоро я буду носить, просто расстегиваю, выворачиваю. Это так же модно. Все, а я модная беременная. Бежим в такси. Бежим. Ой, сегодня Вася не одна девочка. Солнышком давайте. Лешка. Матер, начинаем. Асюша отзанималась. Мокрая вся. Голева, мокрая. Сейчас посушим волосики и пойдем гулять с Федей. Да? Нет. Ясно. Как собака радостная. Собака радостная. Как собака радостная какая. Так, мы приехали сниматься. Вот наша гримерка. Видите, явно готовились к нам. Просим игроков не входить. А, вот наш райдер. У нас в райдере только влажные салфетки и сухие салфетки. А, вот еще наш райдер. Скачивайте альбом. Что снимаешь? Я фотографирую. Я фотограф. От Бога. Я думал ты диджей. Кто? Я думал ты диджей. Это уже старая тема. Не мотно, не мотно. Не спрашивайте. Что с рукой? Не спрашивайте. Что с рукой? Не могу сказать, что я делаю от рукой. Друзья, московский концерт уже 2-го числа. Билетов осталось очень-очень мало. Випка вся продана. Так что давайте скорее. Врет вам все. Врет вам все. 200 человек придет. Попроси. Да какие что-то. Слушайте. А у нас тут есть? Кого слушаете? Трипло. Я знаю. Это все мои друзья придут только на вас. Да. Помогите, друзья. 200 билетов все продано. Приходите, пожалуйста. Так, ну что же. Мы сейчас будем записывать на наш концерт. По просьбам телезрителей. Скажите, мне в очках выступать или без? С очком. Да? Ну ладно. Это имеется, да? Да. Один. Начали. Дайте еще раз, еще раз. Начали. Дамы и господа! И мы подхлебняемого власть! Дамы и господа! Погнали! Да-да-а-а! Да-а-а-а! Да-а-а-а-а! Да-а-а-а-а! Да они меня заставили кричать. Это ее идея была. Она сказала, можно я буду так делать? Мы такие, хорошо. Так, друзья, мы сняли свой концерт. Мы сняли для МТС Live. Ох, друзья, это был самый веселый вечер за последние много дней. Посмотрите обязательно. Такого смешного вы давно не видели. Ждите, МТС Live. А где моя машина? Так, и финальный на сегодня вопрос от Дарьи Насоновой. Вася сама ли полюбилась сниматься в ТикТоке в ВК, или родители хотели сделать из Васи звезду? И нравится ли вообще Васе сниматься в роликах? Мы вообще изначально Васю вообще не снимали. Активная популярность наша началась со сторис Лены. А Лена просто снимала нашу жизнь, да, Вася? Да. Расскажи, тебе нравится сниматься в ТикТоках и во всяких рилсах? Да, помните, как было это видео, когда я, когда мне мама создала сладким, чтобы я, чтобы я тепела на нее? Вот она. Это было на карантине. Блин, почему не получается? А, точно, это что такое у тебя получается? Давай. Потому что я Диме перевожу оплату. Давай. Дим. У меня сейчас для тебя задание. Смотри, здесь тарелочка со сладким, но его пока кушать нельзя. Мама сейчас отойдет по делам, а когда вернусь, тогда можно будет его кушать. Вась, ты не кушаешь? Нет. Тебе не кушала? Ты ждала, доченька. Да. Ты такая молодец. Выбирай. Что ты хочешь кушать? Нет. Это. Кушай. Оп. Да. Только я умею остановить это видео. Короче, как мне кажется, если вы присмотритесь, особенно, ну там, сейчас чаще у нас проскакивают какие-нибудь там, допустим, постановочные челленджи или что-то еще мы снимаем, но вообще, особенно наши первые такие волны популярности, это все обрезки и обрывки нашей жизни, без какой-либо постановки. Лена просто снимала сториз, как мы живем. И, то есть, там не было такого, что она просила меня или просила Васю сняться в каком-то определенном форме, ну там, типа, встаньте вот так, скажите вот это. Мы просто жили и снимали свою жизнь. Вот, и поэтому Вася как бы органично во все это вошла, и ей очень сильно нравится. Васька поднюха. Подмышки мокрые. Так, а что вы хотели показать, какую игру? Так, мы все любим духи. Сейчас у нас будет лаборатория парфюмерии. Ой, нет, давайте будем показывать это во влоге. Почему? А, это сейчас будет час, сто тысяч часов идти. Дима потом скажет, ребята, как я это смонтировал. Сегодня вторник, а завтра влог выходит в среду. Это я помню, там еще неделю ждать надо. Смешать и неделю ждать. Я прям помню это в духе. Друзья. В общем, спасибо большое, что посмотрели этот влог. Обязательно подпишитесь на канал и увидимся в следующем влоге. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok